В Симбирске-Ульяновске верующие встречают главную святыню митрополии – Казанскую Жадовскую икону Божией Матери. От поклонного креста на месте уничтоженного в 30-е годы прошлого столетия Троицкого кафедрального собора Симбирска начался крестный ход с чудотворным образом. Я думаю, что, собственно говоря, каждый крестный ход – это некое исповедание, или, как говорили, сказали бы в XIX веке, оказательство нашей веры. И крестный ход, помимо всего прочего, когда мы со святынями идем по городу, в котором живем, призван к тому, чтобы освящать пространство вокруг нас. Мы несем чудотворную икону Матери Божией Жадовскую и при этом молимся Царице Небесной о том, чтобы она сохранила в здравии, в мире благополучии город и его жителей. Вот, собственно говоря, это такая форма молитвы, вынесенная вне стен храма. Крестный ход с чудотворной иконой возглавили митрополит Симбирский Новоспадский Лонгин, епископ Барышский Индинский Филарет и епископ Меликецкий и Чердоклинский Диодор. Казанская жадовская икона Божией Матери была явлена в конце 17 века на роднике села Жадовка. Первое принесение образа с крестным ходом в Симбирск состоялось в 1848 году ради избавления от эпидемии холеры. Болезнь отступила, а благочестивая традиция крестного хода с иконой сохранялась вплоть до 1924 года, когда обитель была закрыта и разграблена. В период гонений на церковь икона хранилась у благочестивых христиан, и лишь в 2004 году крестный ход с ней был возобновлен. Чудотворная казанская жадовская икона Божией Матери прибывает в Жадовском мужском монастыре Барышской епархии. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло более тысячи человек. О чем хотели бы Божией Матери помолиться сегодня? О мире, чтобы мир у нас побыстрее наступил. На ваш взгляд, для чего такие крестные хода необходимы для жителей города, для нашей страны вообще в целом? Чтобы сплотить всех, чтобы все верили. Если мы будем все дружно молиться, наша молитва быстрее дойдет до Господа. Не только для жителей города, для жителей всей страны, чтобы мы объединились, чтобы мы победили и были все вместе с теми, кто сейчас там воюет за нас. По окончании молебного пения на площади перед Кафедральным Спаса Вознесенским собором, митрополит Лонгин обратился к участникам крестного хода. Я сердечно поздравляю всех вас с этим событием. Вы знаете, что по традиции икона будет переноситься из храма в храм нашего города. Абсолютно в каждом храме города и епархии она побывает. И все желающие смогут и поклониться, и помолиться перед этой святыней. Для участников крестного хода была организована полевая кухня. В день праздника в Кафедральном Спасе Вознесенском соборе архипастрия Симбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. В нигде Иисус весь в небу рот, жена в небе и мать, принятый Бог Бог свой, и сестра и бед, нарицаемая Мария, я же исседший предокон, Иисусом он, слыша же Слово Его. По окончании литургии было совершено славление с молитвой к Божией Матери. Митрополит Лонгин, епископ Филарет и епископ Деодор поздравили верующих с праздником и напомнили об истории чудотворной иконы. Казанская Жадовская икона Божией Матери будет находиться в Ульяновске до 2 июля. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.